Привет-привет, друзья! С вами Максим. Это не настоящий обзор, да, неполноценный видос. И тем менее, записать его я был обязан. Конечно, это касается Mortal Kombat 3. Моего вхождения туда, получения тумаков от ботов, определенным образом меня в ностальгию опустило с головой. И там не все так сладозно, как сохранилось в моей памяти. Знаете, детский мозг, он-то воспоминания оставляет не так, как они были на самом деле, а дополняя, дофантазируя и так далее. Я как бы включил, я охерел просто. Это тебе не на аркадном автомате играть, засовывать монетки, купленные твоим папкой бесконечно, повторяя и повторяя вновь. Когда они портировали, они просто поиздевались, поиздевались над малолетними пацанами, которые не активировали читмод и играли с стандартными четырьмя продолжениями. Я определенную работу проделал. Знаете, я казуальный игрок, ему пришлось определенную работу проделать, чтобы самый маленький столбик пройти до конца с этими четырьмя кредитами, с четырьмя начальными. Как этого мало? То есть ты еще до боссов не успел дойти, тебя уже убивают. И вот, на самом деле, первый раз, чуваки. На самом деле, это был мой первый раз. В детстве я этого не делал никогда. С изначальными четырьмя кредитами до конца, до Шао Кана, не доходил, не побеждал его. Это произошло в первый раз в свои 30 лет. В свои 30 лет прошел первый раз самый маленький столбик в Mortal Kombat 3 до своего основного любимого персонажа, Люкана. В детстве у меня было несколько Люкан, Найтвульф, Саб-Зиро. Но все-таки из-за Люкана более-менее можно двигаться. И так как это Mortal Kombat 3 ванила, базовая версия, без тех улучшений, что были добавлены в следующих апдейтах, можете наслаждаться моими мучениями, моими потугами. А то, как не включишь какое-нибудь прохождение старинного Mortal Kombat на YouTube, так вечно там все раунды выиграны, одни лишь подряд чистые победы, ни от одного босса ты ущерб не получил. Знаете, эти компьютерные прохождения, где вместо твоих ручонок действует ублюдок, мразотный искусственный интеллект и ничего смотрят. Люди как бы наслаждаются, хотя в этом нет мастерства. И тем сложнее газуальному игроку выделиться на фоне этих пидормотов. Играю я на настоящей плойочке первой. Не знаю, интересно вам это или нет, как происходит процесс записи, но с самыми железными образами никаких тебе эмуляторов, ничего подобного нет. Вот она моя плойочка. Тут диск Mortal Kombat 3, он, видишь, черненький, лицензионный, все как надо. Геймпад у меня, видишь, PlayStation 1 белоснежный, то есть плойка серая, это первая-первая плойка, да, первая модель, а геймпад уже от Slim, там написано PS1 от Fatki геймпад, немножко другого цвета был, он серенький был. Мне тут прям белоснежный нравится, он такой четкий, такой ровный. Собственно говоря, приятного просмотра, ребята. И тут Raiden сходу заявляет, что спасайте землю сам, мои полномочия, все. Но я отправляюсь в режим настроек игры, для того, чтобы активировать Shang Morph в позицию All, чтобы Shang Tsung мог воплотиться в каждого из игровых персонажей. Также секретное меню, но не для того, чтобы читерскую херню выбирать. Во-первых, Smoke активирую, для того, чтобы игровое пространство выглядело естественней, и Level Select, для того, чтобы не попадать в ловушку Mortal Kombat 3, когда ты по одним и тем же уровням скачешь. То есть после выбора Алисова Люкена, я могу произвольным образом совершенно тот или иной уровень выбираю супер-секретный скрытый портал о том, где он появляется, и, наверное, про Shang Morph в отдельном видосе уже в полноценном обзоре, потому что здесь в столбике его, к сожалению, не попалось. Да и когда попадается, не каждый раз он морфируется в других игровых персонажей, вызывая адские загрузки. Но это, как я говорю в следующий раз. Смотрите, супер-секретная арена. Я демонстрирую все свои возможности, что приобрел. Напоминаю, уровень сложности обычный в настройках игры стоит, и сам столбик для новичков. Все столбики одинаковые. С каждым следующим персонажем растет уровень сложности, то есть искусственный интеллект все наглее и наглее. Но чем больше этих персонажей, тем потенциально сложнее будет следующий противник. Соответственно, на маленьком столбике искусственный интеллект не успеет разогнаться. Давай, бей меня, шоколадка. Я хочу в третьем раунде сделать тебе анималити с вами огромными металлическими руками. Раскроши мне череп. Джакс побеждает. И теперь можно сделать ему добивание. Чуваки, это на самом деле вы видите мой, реально мой первый раз в игре, как говорим, 95-го года. Мне нужно пройти самый маленький столбик с четырьмя продолжениями всего лишь. Давай, Джакс, на мой удар насаживайся, нажимаю блок, три раза приседаю, отпускаю блок. Мерси. Суть в том, что нужно не просто сжать, долбить вниз, а именно приседать. Три раза вниз, один раз вверх. Как анималити. Превращаясь в дракона, откусываю тебе половину туловища. Такой же фаталити было в Mortal Kombat 2. Лу Кэнг Уинс. Зверство. Можно перевести на русский язык. Здесь у нас без купюр. То есть, каждую загрузку вы будете видеть ваучью. Никаких тебе обрезаний. Каждый экран загрузки давайте прочувствуйте. Это PlayStation 1 версия. Каждый проигрыш также будет запечатлен на ваших экранах, дорогие друзья. А вот оно метро. Здесь можно сделать Pit Stage. Аперкотом забрасываешь противника на фрон экран. Там его сбивает поезд. Всего таких аренд 3 в Mortal Kombat 3. Обратите внимание, после велосипеда, который делается по противнику в воздухе, тот падает, и можно продолжить комбинацией, но только с удара ноги. Действовать она будет не с первого удара, но 100% от нее не увернуться, не скрыться, ничего ты не сделаешь. Соответственно, я парочку ударов можно нанести. Итак, в игре нет никаких Brutality. Они добавлены в следующем апдейте. Парочка Fatality, Animality, Friendship, и вот у меня ни говна не вышло, а поэтому, поэтому переместимся совсем в иное измерение, где я того же Кабала нашпигую острыми предметами, которые ждут его в самом низу. Это церковь, да? Это похоже на церковь. Если добивание не удалось, я подставляю другое добивание, где я или меня успешно кончаем с оппонентом, с тем или иным, не так важно. Кайфуйте, кайфуйте от этих загрузок, чуваки. У меня полностью воспоминания о них были удалены из детства, я совершенно не помню, какой же это атом. Но с другой стороны, вот прямо сейчас я не так уж сильно страдаю, как только первый раз включил, конечно, я немножко подохерел. Ночной волк один из моих любимых персонажей. Ну что, я ему могу противопоставить. Нет здесь никаких ударов с напрыгиванием, это было добавлено уже в следующих частях, соответственно, в базовой версии. Давай-ка ты начинай свой комбо с позиции стоя на апперкоты насаживает и опять насаживает меня, начинай три раза подряд на свой огромный кулат прям засадил в пукан, отправив меня в воздух. Ну, ничего страшного, я могу с ним разделаться. Не каждый велосипед проходит, не каждую комбу даже могу прожать, суть попадания в тайминг. Я привык в файтингах, особенно в современных, ты прожимаешь всю комбинацию, а дальше твой персонаж ее запоминает и делает как надо. А здесь немножечко не так, здесь персонаж не запоминает нажатые кнопки, соответственно, нужно попадать в тайминг. Небольшие микропаузы между нажатиями должны быть, иначе комбо не пройдет. Соответственно, это я умело демонстрирую, как комбо не проходит. То есть, я нажимаю два раза удар, рукой потом блок и хрен тебе. А вот она фаталиси номер два а в детстве я не мог его сделать. Мне так тяжело было нажать вверх-вниз, вверх-вверх, ран плюс блок. Но сейчас я добился своего смерть и аркадный автомат падает. Запущенный игрой Mortal Kombat 1, могу заметить, падает на голову противника. Какое-то смешное и странное фаталити сразу. Но мы не забываем, что смертельная битва это вообще такая достаточно стебная игра. Так вот, в самом первом раунде вы, они, наверное, не поняли, что произошло. Произошло анимелити, которое я сделал честным способом. В детстве этого не было ни разу. Там был только читерский, да, способ нажатием одной кнопки. Мерси я не мог сделать в детстве. Никаким образом, ни один игровой журнал, никто тебе не написал, что удерживая бег, нужно не просто долбить кнопку вниз, а именно проседать. Ни один урод этого не сделал. И вот, в 30 лет мне получилось, у меня вышло сделать Мерси. Я теперь специалист по анималите. Можно, да, на любой вечеринке. Да кто вообще играет в Mortal Kombat 3 сейчас? Меня спрашивают Максим, зачем ты играешь в старую игру? А у меня даже ответить не на что. Нечем. Я несколько дней уже думаю, Максим, зачем ты играешь в старую игру? Для того, чтобы тройной велосипед наконец-то люканом сделать. Выяснилось, что не так-то просто на DualShock 1 этого в принципе невозможно. Там положение кнопок вкл и выкл. Для тройной велосипеда нужна сила нажатий. Что такое? Не вышло? Вперед, вперед, вниз, вниз, кружочек. Добивание номер один. По кружочкам я, конечно же, имею в виду нижний удар ногой. Здесь так удобно вперед-вперед-вниз, вниз, если кто там играл на Genesis. Потому что у меня в детстве одна и та же игра, вот этот Mortal Kombat. Он был у меня и на PlayStation 1 и на Sega Genesis, которая тогда была под названием Mega Drive, японская подделка. Сейчас там у меня американка настоящая. И большее количество времени... Так у меня пауза, видно, в туалет сходил. Большее количество времени, конечно же, я проиграл в Sega-овскую версию. Именно Mortal Kombat 3, так как на первой плойке там сразу у меня появилась Mortal Kombat трилогия, конечно же. Так вот, там эмоции, впечатления у меня были несколько иные. Они слишком смазаны детством. И чем дальше я вот играю, чем больше проигрышей, чем больше экранов загрузки, тем больше я начинаю подозревать, что мои воспоминания вообще не являются правдивыми. Надо бы их восстановить, запустив настоящий Mortal Kombat 3 на Genesis. Естественно, это так себе порт, но тем менее, это связано не с самой игрой, а больше с моими ностальгичными. Меня сейчас Кана замочил. Меня сейчас сука, он меня завалил. Вы прикиньте, даже до Матарани он еще и сделал мне добивание, вытащил мой собственный скелет. Я заметил, по крайней мере, по моим воспоминаниям в Mortal Kombat 3 тебя противники добивают чаще, делают тебе фаталити гораздо чаще, чем это происходит в Ultimate Mortal Kombat и Mortal Kombat 3. Они гораздо... Там постоянно бруталити, ну как постоянно, один из трех раз тебе точно сделают бруталити, но здесь, здесь фаталки идут прям на раз-два. Но, смею заметить, ни разу ни один компьютерный соперник, ни за одно время игры никогда не делали Мерси сделать добивание. Это прерогатива исключительно талантливых умов, которые внедрены в человеческие мозги. Ну, ты понял меня, да? Компьютерный болванчик не делает Мерси. Что мы тебя в сухую замочим Кана в этот раз? Здесь, после проигрыша, он никаким образом не поддается, естественно. Поэтому, приходится напрягать все свои навыки, все свои знания, применять, которые находятся на весьма, на весьма начальном уровне. То есть, я только-только понял, что после того, как ты делаешь велосипед, можешь пробежать вперед и рубануть ему свою комбу из 5 или 6 ударов. Я уж не помню точно, получается ли это у меня. Да, но не каждый раз. Самая мякотка, что получается не каждый раз. И здесь у нас секрет прохождения маленького столбика в том, чтобы на Матара-то не сдохнуть сразу же. Потому что бывает без потери единого контейнера доходишь до Матара и он тебя разбирает. Не особо-то напрягаясь, сделать ты ему толком ничего не можешь. В моем детстве все прохождения были читерскими просто потому, что количество контейнер было бесконечно. Я мог 20-30 раз этого Матара долбить и ничего страшного. Все было в порядке нормы. Ни хрена это было не норма. Ну-ка, давай добивание. И что у меня здесь? Поджигание? Это что? Повтор фаталити? Люкен побеждает. Смерть. Но так дело не пойдет. Давай-ка переместимся. Сделаем что-то альтернативное. Например, дружбу покажем Джаксу. Для этого нужно долбить вниз, бег, вниз, бег, вниз, бег. Ничего сложного нет, чтобы сделать дружбу или бабальти для этого в победном раунде не только в третьем. То есть, чтобы анимэль сделать только в третьем. А здесь, чтобы френдшип или бабальти блок не надо ставить. Вот, собственно говоря, и все. Соня, это последний персонаж перед тем самым ужасным боем с Матара. Сколько раз я пытался пройти этот начальный столбик, уже вот, сейчас современное время на Матара оступался постоянно. Тактика из Mortal Kombat трилогии, кстати, не работает. Кстати, в трилогии его проще замочить, потому что я это делал уже вот на самой свежей памяти без бесконечных контейнеров. Ты делаешь прыжок-удар, прыжок-удар, и в самом маленьком столбике ты его вообще разносишь, не напрягаясь совершенно, ни капли. Но здесь же, здесь он тебя клошматит, бьет и имеет как только может. Ну вот, стало быть, раз я этот видос вылил, это будет успех. Даже несмотря на то, что обычный персонаж Кана меня уже раз замочил. А комбу я прожать не могу, потому что волнуюсь, переживаю и в тайминг не попадаю. Здесь дело про только дело опыта. О, видели? Получилось после велосипеда сделать бег и продолжить комбу. Соответственно, это очень полезно. То есть, чем больше хитов, тем потенциально большее количество урона можно принести. Но здесь ущерб идет не линейный. То есть, чем больше ударов в связке, тем каждый следующий удар наносит меньше повреждений. То есть, есть вероятность того, что комбо из пяти ударов будет мощнее, чем комбо из семи-восьми ударов. Просто потому, что так работает система в Mortal Kombat меня Соня замочила. Что за херня? Она даже не смогла добить меня. По-пацански, давай-ка мы это дело заменим. Клау, тебе выпадает такая честь размотать Люканов буквально, абсолютно буквально на косточке его размотал. Меня уже Кана замочил. Меня уже злобный противник Злобный противник для Кана конечно Соня замочила. То есть, два кредита потрачены. Осталось сколько? Три раза или два раза умереть? То есть, какая-то херня, понимаешь ли. Выбираю зону, выбираю как-то туповато. Абсолютно веримо, не помню, что тут происходит. После это все нервы. Надо опять скрытый портал выбирать. Но нет же, опять в банке сражаемся, там можно сделать апперкот. Неприятный для Сони. То есть, я попался в ловушку Mortal Kombat по одним и тем же аренам. Башня душ, банк, крыша, улица, башня душ, логово Матара, улица. Вот эта херня мне не очень нравится, когда ты попадаешься в ловушку Mortal Kombat и несколько арен для тебя скрыты. Вроде того же метро. То есть, тебе не нужно делать апперкот на арене с душами. На арене с душами не нужно делать апперкот, чтобы не попасть в логово Матара и вот в этот бесконечный цикл по одним и тем же аренам скакать. Не нужно делать апперкот. Смотри, как я разматываю сумму. Просто в сухую обоссал лицо и вверх, вниз, вверх, ран плюс блок не смог фаталити номер два сделать. Поэтому, Люкан, несмотря на твою чистую победу, сейчас Смоук тебе положит в рот бомбу. Открываешь свой огромный азиатский рот и рассыпаешься на мелкие детальки. Это тебе наказание за неисполненное фаталити. Ну, а мы здесь возвращаемся к нашей чистой победе над Соней. Матара, это самая сложная битва в игре. Сложнее даже, чем с Шауканом. Там шанс победить Шауканом, мне кажется, выше, чем с Матара. Просто имба какая-то. Но, я уже понял, что нужно делать все комбы. Даже вот прожимаешь, он блокирует, ты прожимаешь до конца, он в какой-то момент свой блок снимает и можно делать, даже если вот кажется, что нет, нужно каждый раз комбы дожимать. Но есть опасность, когда ты вплотную к нему стоишь, он хватает тебя и бьет. это очень больно, очень неприятно и обидно. Не дожал комбу до конца, лох, пидор, надо было дожимать. Что это? И вот я побеждаю раунд, на самом деле успех, удача. Это не первый, как вы можете догадаться, это не первый, не второй и даже не третий раз, когда ты не просто кредиты тратишь, а доходишь до Матара и он все твои попытки, все твои возможности до конца, до конца идти. Видишь, он хотел подбежать к нему, не получилось, он тебя схватил, ударил, а так он хватать и бить может вообще бесконечно, то есть каждый выпад блокирует, потому что это небезопасные атаки, вот эти вот велосипеды, а потом еще бег на него с комбой, это нифига небезопасно. Я подвергаю свою жопку. Ну, побеждаю, то есть, видишь, подвергаешь, подвергаешь, но в какой-то момент побеждаешь, не было добиваний, поэтому я превращаю ночного волка в малышка. Малышок, ночной волк, там пару раз покричал, как ребенок, бабали, тяните. Я просто показываю, что Люкан, Люкан может отвлечься от сватки с Матара на какие-то добивания, но сейчас чуваки, это суперфинал, соответственно, не до какой-то тут херни, уже тут не буду прерываться, на самом деле. Здесь уже прерываться не буду, здесь все серьезно, это тебе финальный босс, призванный в аркадном автомате все монетки выбить из твоего кошелька, если быть, точнее, из кошелька твоего папки. Ну, малолетний дебил, это даже не знает, когда я говорю про монетки выбить, даже не понимаю, скорее всего, даже о чем речь. Если ты сечешь про папки на монетки из папкиного кошелька, то ты понимаешь, что ты прям такой закаленный жизнью человек. Если ты не понимаешь, что сказать, тупое говно, бро, говно. А здесь с шаоканом не все так просто, не то, что там бой, один раунд даже выиграть. Вот в тот момент, когда он насмехается над тобой, конечно, надо бить его, а потом прыжок, один уклонился, а от второго не получается все-таки. Он тебе по обоим плоскостям идет, и по горизонтальной, и по диагонали тебя атакует. То есть, если от одной вернешься, от второго плеча, да, в прыжке могучим, с подогнутой коленочкой, если у нас супермен, не получается уклониться, он тебе наносит дамаг, когда лежишь, проиграв раунд. Главное, это до конца идти. Ну вот, то есть, как бы, напрыгивание не помогает, он тебе звездами спамит кувалдой. После кувалдой кулдаун уже не только у шаокана, но и при попадании даже в блок у тебя у самого происходит несколько секунд бездействия. его звезда наносит в два раза больше урона, чем мой огненный зми, который я в него бросаю. Благо, вот, смотри, он как долго стоит, смеется, соответственно, дает возможность себя победить. И это, в отличие от Матара, вот, все эти насмешки, в отличие от Матара, дает какую-то определенную фору, то есть, можно практически спокойно подойти и басать себе штаны, когда он тебе в очередной раз плечом атакует. Два раза меня победил, остался один кредит. Вообще, понимаете, что это значит? Я сейчас проиграю, то все, кредитом будет ноль, гей, будет окончен. и вне зависимости от того, какую-то арену выбираешь и Матара и Шаукан, конкретно в Mortal Kombat 3, появляются только, только на своих аренах, а не в других местах появиться не могут. Ну, не вышло. Но это в PlayStation 1 версии, не помню, честно говоря, что там в других, могут ли они в других аренах появляться, ну, очень быстро в сухую у меня замаченку у Валды по голове, видели, какой долго еще гулдаун там стоял. Ну, вот, когда он пальчиком меня там своими-своими, он говорит, не смеши меня, или иногда он говорит, что ты сосешь. А, Шаукан говорит, Люкен, типа, ты пососи. В этот момент, конечно, либо огненным змием, либо комбо нужно делать, ну, на большом расстоянии, естественно, не буду приближаться, но гораздо спокойнее сделать атаку. Победил один раунд, он успокоился, а сейчас суперфинальный бой, у меня кредитов больше нет, это был последний. В третий бой финальный, обратно, как я прям по тени атаковал один раз, второй раз не получилось. Пока что, пока что, смотрите, как отлично идет бой. Вот уже не так отлично, это совсем ни хрена не отлично. Ой-ой-ой, он меня практически замочил, и все, я думаю, можно прощаться с жизнью, попробую несколько апперкотов сделать. Смотри, кувалда-апперкот, кувалда-апперкот, блок, кувалда-апперкот несколько раз прошли, и это победа. На мазь, Шаокан, распадайся на мелкие частички, дегенерат, а ты кусок. Да, объявляй меня победителем, это же вторжение в тайзу внешнего мира. Лю Канг победил. Шаокана больше нет. Теперь ты чемпион Mortal Kombat 3. Ого, у нас тут сюжет. После вторжения Шаокана в прошлом, Лю Канг стал главной целью всяких там выродков Шаокана, но он их раскидал как нехер делать, потому что он чемпион. Так, Кунлао подох, это дало этому Лю Кану сил победить Шаокана, Китана, поблагодарил его. Спасибо за просмотр, пока.